Юлия каждый день приходит в свою уже отремонтированную квартиру, чтобы подготовить ее к заезду, пока женщина с двумя детьми живет у сестры. Ее квартира оказалась единственной в доме по улице Машхур-Жусупа 55, пострадавшей во время аварии на тепловых сетях. По щиколотку было воды, и у меня вот диван, он стоял в кипятке, то есть это все сварено было. Экран, все как бы это есть. И как, когда, и каким образом, допустим, мы с детьми будем заезжать домой жить, я не знаю пока. Так, получается, первого числа каждый день я ходила, кошек кормила, дому проверяла, потому что, мало ли, первое, я обнаружила, что у меня лопнули трубы полностью в батарее, полопалось все. И все, второго числа соседи звонят утром, хотя вечером я везде разослала, сбегали от бригадира, ну вот бригада работала. Я им сказала, что вот не запускать даже пробное, и все, потому что вот такая ситуация. Второго утром соседи позвонили, с двери парит, и шум воды. Я прилетела быстро домой, и вот обнаружила, что здесь гандиозный потоп, ничего не видно, все парило, прям жутко и жарко стало здесь. Минут через 10 сантехники, получается, спустили воду, все это обратно еще и сверху спустилось, то есть вот это все, ну вот со стояков грязь вот эта вся. Ну все, и начало остывать, и все, вот это потекло везде, все, диван роский, соответственно, все это было уже в страшном состоянии. То есть шок был. До сих пор еще, честно говоря, отойти не могу. По состоянию здоровья прямо аж дало о себе знать. Вот как-то так. Как известно, в устранении повреждения на тепловых сетях помогали все градообразующие предприятия города. В доме по Машхуржусу по 55 работали сотрудники Бушакольского горнообогатительного комбината. Им вот спасибо, они прям молодцы, потому что где-то подтекало, они поднимались сюда, все делали. Тоже как бы вообще. Женщина с ними была, бригадир, к сожалению, фамилию не помню. Она с ними здесь круглыми сутками, постоянно она с ними в мороз. В день потопа женщина сразу же обратилась в колл-центр. Там зарегистрировали ее заявление. 11 января прибыла специальная рабочая бригада с подрядной организацией «Лидер декор» и провела ремонт в квартире. Они начали все выносить, скрывать полы, пушки, обогреватели завезли, просушивали все. Все начали снимать, получается, обои, то есть все, декоративная штукатурка в коридоре. То есть все поднимали, все сушили, все надо было менять. Мебель, все выкинулось. Ребята старались где-то, вот я старалась чаще быть здесь и помогать сама, чтобы ускорить. И как бы там где-то советом, где-то покажу, где-то скажу. Они как бы вежливые очень, прислушивались как-то, да. Молодцы, им спасибо, все отзывчивые, и бригадиры, и сами работники, и все как бы хорошо. Юлия благодарит всех, кто не оставил ее в трудную минуту. Женщине, одной воспитывающей двоих детей, сразу же отовсюду протянули руку помощи. Первым делом, когда все случилось, пока, видимо, глобальные проблемы вот эти решались, как-то вот это все, сети вот это все настраивали, все-таки это звался город предпринимателей. И прямо вот, честно говоря, они когда увидели мою беду, вот випласт они сразу окна мне поставили, потому что окна у нас были деревянные, их тоже повело и развезло, полопали стекла. Вот, Алена Леонова ставил пассаж, она прилетела, тоже приехала. То есть как бы привилегия шторы, тоже, вот смотрите, какая красота, тоже помогли, то есть создавать уют. Неравнодушным людям, волонтерам, правда, мечеть прям все молодцы, у нас очень дружный город, и вообще весь Казахстан, честно говоря, все собрались, все переживали, все помощь отправляли, все писали, звонили, как бы очень приятно, это правда. Как-то не дало сломаться, что ли.